Сегодня в мэрии решалась судьба строительства кафедрального собора на Стрелке. Напомню, группа красноярских архитекторов выступила против стройки на берегу Енисея в излюбленном месте отдыха красноярцев. Влада Копыловская сегодня пыталась попасть на закрытую встречу архитекторов с мэром и митрополитом и знает, чем вся история закончилась. Как вам кажется, удачное место для возведения храма вот там на набережной? Конечно, очень удачное. Храм искусств и божий храм. Это одного поля ягоды. Думаю, наверное, нет. Где людям погулять? Ну, можно, наверное, поудачнее что-нибудь. Чем тут. Тут полянка такая красивая. Удачно. Единственное, в плане затопления как будет. Будет подниматься вода в Енисеи. Как будет чувствовать себя храм при этом? По крайней мере, это гораздо лучше, чем очередной какой-нибудь универсал, очередной какой-нибудь торговый центр. Что бы там ни говорили, красноярцы, место для строительства нового храма было определено духовенством еще в прошлом году, во время визита патриарха. Известно о будущем соборе пока немного. По задумке он должен быть точь в точь, как разрушенный в советское время Богородице Рождественский храм. Величественное здание высотой с многоэтажку на стрелке. Пока стройка была на уровне далекой, красивой идеи, вопросов к ней не было. А тут дело дошло до закладки камня. И архитектор объявили вот что. Площадка сама по себе маленькая. Ее придется намывать в Енисей. А это очень чревато. То есть это потребует проведения экспертизы. Экспертиза страшно дорогостоящая, потому что требует моделирования. И что она скажет, неизвестно. Трудности по созданию дамбы, с транспортом. Ну, площадка маленькая для этого. Там огромные трудности начнутся. Архитекторы поясняют, они вовсе не против храма. Городу он нужен и не один. Просто строить его лучше в другом месте. Из закладки камня нужно повременить, чтобы все просчитать. Судьба будущей стройки решалась сегодня на встрече архитекторов с главой города и митрополитом. Попасть на заседание можно строго по списку, но я все-таки предприняла попытку проникнуть туда под шумок без камеры. И мне это почти удалось. Но уже в зале главы города, где, кстати, заметила и Арек Демирханова, меня увидели и завернули. Пояснили так, чтобы я как представитель СМИ не смущала ни одной из сторон. И лично мне вот такая позиция администрации не очень понятна. Ведь речь, по сути, идет о судьбоносном для горожан вопросе. После двухчасового совещания архитекторы вышли несолонных любавши. Ольга Смирнова говорит, большинство архитекторов были против строительства храма на стрелке. Но, видимо, есть такие решения, которые принимает не большинство. Мэр сказал, что точка невозврата уже пройдена и нужно работать только в этом направлении. Если место определено патриархом, если мы уже понимаем, что это место не изменится, то тут надо включать просто наши профессиональные навыки и задачу решать. Наша задача, как профессионалов, попытаться минимизировать недостатки этого места и, наоборот, выпукло, ярко подать достоинство. Эта площадка сложнее других. Будет много сложных технических решений для строительства храма на этом месте. Место не комментирую. Архитектура прерогатива власти и ответственности. Пример. Петербург. Вообразите, что Петр Первый советуется с населением России строить ли на болоте лучший в Европе город. Вот так. Вряд ли он получил бы согласие, да? Сразу после этой встречи мы отправились на стрелку, а там оказалось, что у Енисея уже вовсю идет подготовка к закладке камня храма. Так сказали нам рабочие. Получается, даже профессионалы-архитекторы сегодня зря ломали копии. Полагаю, можно и не говорить. А спросит ли кто-то мнение красноярцев? Влада Копыловская, Степан Майер, СТС Прима, Новости. По этой теме мы сегодня получили комментарии городских властей. Ответ держал главный архитектор Красноярска Андрей Макаров. Вот как он ответил на вопрос, что думает по поводу опасений специалистов. Мнения архитекторов были услышаны, но это были разные мнения. И зачастую диаметрально противоположные. Безусловно, эта площадка очень сложная, но я убежден, что в этом месте, в том месте, где начинался Красноярск, храм может появиться. Вопрос в том, какой это будет храм, но это и зависит от архитекторов. Они должны найти оптимальное решение.